Немного о противостоянии двух клубов. Энергия и Руна встречались на первом круге в Москве. Тогда викинги разгромили оранжево-черных со счетом 74-46. Вторая встреча прошла во вторник, но уже на Ивановской площадке. Тигрицам было важно победить, чтобы взять реванш и подняться сразу с 10-го на 8-е место в турнирной таблице. В пользу Энергии было и то, что соперник практически не отдыхал. Половина состава только закончила турнир детской и юношеской лиги и сразу продолжила борьбу в Суперлиге. Однако отомстить сопернику не удалось и в этот раз. Это дети, девочки 2006-2007 года. Они опытнее, у них, наверное, больше физики. И, наверное, скорее всего, они нас перебегали просто. У нас не хватило, скорее всего, концовки. Мы в первом периоде очень сильно провально сыграли. С первой четверти московская команда стала быстро набирать преимущество. Пока тигрицы искали слабые места в тактике соперника, разрыв в очках становился все больше. Однако уже во второй половине игры счет был равный. Фактически Энергии оставалось сделать пару быстрых атак, а потом держать плотную оборону. В третьей четверти у нас пошел провал. Команда соперника агрессивно стала защищаться, давить на мяч. Невынужденные какие-то потери привели к тому, что мы потеряли ритм, потеряли кураж, так сказать. А команда Энергии, наоборот, на кураже начала догонять, добавлять. И это стало определяющим моментом, когда игра сравнялась. На последних минутах защиту тигриц все же удалось пробить. Несколько контратак тоже не принесли результата. Желание хотя бы сравнять счет привело к открытому кольцу, чем и воспользовался соперник. Счет 72-75. Энергия осталась на 10-м месте в таблице. Главная ошибка была в том, что мы в защите позволили легкие очки набирать сопернику, и они поймали кураж. У них был процент попаданий после первой половины из-за трехочковой линии больше 50. Но это сумасшедший процент. Мы дали забить 8 трехочковых в первой половине. В перерыве разобрались, уже не давали так им играть, и как результат догнали в счете. А в концовке считаю, что просто не повезло. Там неправильных решений практически не было. Денис Воробьев, Григорий Мартиянов, телекомпания БАРС.